ТЕХНОСТРИМ 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 с архитекторами кто-то остается и сегодня мы поговорим про скажем так неочевидную на первый взгляд часть роли тимлида про то что будет совершенно новым для человека пришедшего из разработки давайте сначала определим некоторые самые простейшие системы есть команда и эта команда выполняет задачи движется к цели есть team lead это член команды который отвечает за то что команда выполнит поставленные задачи и достигнет поставленный собственно говоря цели тут важный момент я потом к этому вернусь team lead отвечает за то что команда достигнет целей и выполнить задачи не только перед вы не только перед руководством но еще и перед командой это очень важный момент потому что если команда не заинтересована в тех целях которым они идут и не заинтересована в выполнении задач которые перед ними поставлены то мы имеем проблему совершенно другого характера и наверное с этой команды нужно что-то делать а если команда заинтересована в этом то они имеют полное право ожидать от team lead что он своими действиями поспособствует со всех сторон тому чтобы команда оказалась в указанные сроки в указанном скажем так вместе точки прибытия теперь нужно чуть-чуть поговорить про разницу между задачами и целями я не зря использовал это это определение задачи и цели совершенно разные вещи задачи как правило ставит менеджмент ставят продуктовые менеджеры от цели как правило за редким исключением определяет team lead при этом надо понимать что самая главная цель цель с нулевым приоритетом это выполнение поставленных менеджментом задач в качестве других целей которые team lead может и должен ставить перед своей командой ну например это повышение уровня технической грамотности уровень технического кругозора получение каких-то сертификатов освоение каких-то новых технологий то есть это цели которые вырабатывает сам team lead определяет для команды как правило это делать совместно с командой для того чтобы команда была еще более эффективным это никогда не поступит от менеджмента и в этом на самом деле заключается одна из основных ареи team lead но проекта можно тоже следующий раз поговорить следующий момент а важно понимать что продукт то что мы делаем и выпускаем это совсем не только программный код есть продуктовые требования это код определенного качества выполнены соответствующими нормами кодирования возможно задокументированные возможно специально задокументированные если речь идет про системную интеграцию то вполне возможно что документация должна быть основана на каких-то гостах и важно понимать что то что мы называем продуктом то что делает команда в итоге это совершенно не только пусть даже гениальный я но код и отсюда следует следующие отсюда возникает следующий вопрос даже искала мысль это то что член команды сотрудник на самом деле не просто разработчик этот очень важный момент на котором нужно остановиться об этом нужно подумать а позже это нужно будет донести до всех членов команды разработчик это всего-навсего одна из ролей пусть даже основная до одна из ролей члена команды помимо программного кода каждый член команды еще принимают участие в каких-то производственных процессах у нас допустим могут быть какие-то правила по выкатки программного кода до права по диплою могут быть дополнительные требования может быть какое-то расписание то есть человек должен следовать некоторым правилам и участвовать в целом ряде процессов которые не имеют прямого отношения к коду а является такими вот поддерживающими инфраструктурными также человек любой член команды участвуют в коммуникационных процессах дополнительно можно сказать о том что каждый член команды в той или иной степени должен и может и должен испытывать некоторое чувство ответственности за продукт чувство авторства и на самом деле а во всех этих перечисленных мной направлениях люди должны быть скажем так эффективны то есть член любой член команды должен уметь коммуницировать с коллегами должен участвовать в процессах должен чувствовать ответственность за продукт поэтому возникает вопрос более широкий о том из каких критериев формируется полное определение сотрудника да какие ожидания к каким его таким атрибутом скажем так мы вообще объявляем вот сейчас вы видите так называемую паутинчеству диаграмму на которой изображены несколько ну давайте назовем это несколько зон роста несколько атрибутов сотрудника и соответственно по каждому из атрибутов мы берем условную шкалу от 0 до 10 и определяем насколько человек хорош эффективен насколько он развит в том или ином направлении картинка которая сейчас перед вами это ужасающий пример хотя бывает и практически такое это вот чисто разработчик человек который только пишет код на этой картинке специально там поставлено 10 то есть это такой нелюбимый гений который сидит в гараже и пишет в одно лицо очередную операционную систему в рамках команды человек с такими навыками конечно же совершенно не применим могут быть разные варианты для примера я вот еще несколько построил совершенно случайным образом подбирает цифры построил несколько диаграмм но главная мысль которую нужно отсюда вынести это то что на самом деле количество требований к человеку у нас больше чем просто хорошо писать код и каждый человек может быть вот здесь начинается такая препарация мы при живого человека начинаем говорить как право какого-то робота с функциями да но на самом деле это как раз потому что мы опускаемся на такой более низкий уровень на котором мы будем сейчас скажем так рассматривать возможности формирования некоторых базовых установок и управления командой мы сейчас представим человека как набор некоторых атрибутов и его значение для каждого человека можно определить какой из навыков атрибутов на каком уровне находится поэтому в идеале должно быть как-то вот так вот здесь есть и зона роста и все важны для нас навыки все важны для нас параметры в общем и целом на довольно хорошем уровне понятно что таких характеристик может быть намного больше и со временем их можно добавлять они могут быть временные вообще то есть какой-то в какой-то момент мы можем команде сформулировать какой-то дополнительный запрос например на освоение эрланга и тогда у каждого члена команды появляется еще дополнительная характеристика знания эрланга от нуля до десяти почему временная потому что допустим мы когда убедимся что все эрланг знают но на 5 из 10 нам нам этого будет достаточно мы забудем про эту характеристику больше никогда не будем проверять но заметьте это уже инструмент который позволяет нам внедрить ну значимые изменения в команду характеристики могут быть совершенно разные от навыков декомпозиции умение попадать в заявленные сроки и так далее и тому подобное понятно что изначально не надо придумывать их очень много и вообще начинать даже нужно не с этого а просто с того чтобы донести до членов команды что ваши требования к ним теперь выглядит примерно так что вам очень важно чтобы они делали вот это соблюдали допустим какие-то требования по кодированию вы можете собрать сначала некоторые правила в общий документ да получить такие талонные требования допустим по стилю кодирования после этого поговорили с каждым членом команды вы в общем и целом можете дать некоторую оценку совместно опять же определить насколько он в этом хорош бывает люди которым сразу можно поставить 10 баллов очень дотошные люди которые соблюдают все правила бывает люди которые за этим мало следят и тогда они сами признают что да они где-то находятся на уровне 3-4 но если вы убедите команду что этот параметр важен и его нужно повышать то после этого вам остается только в очередной раз общаясь с людьми оговаривать как-то при проверять насколько они продвинулись по этой шкале самое главное сначала донести до команды что задача это чуть больше чем код что сотрудник это чуть больше чем человек который этот код пишет что на самом деле у сотрудника есть еще целый ряд функций не выполняя которые он будет мешать команде точно также а может быть даже больше как если бы он писал некачественный код и вот это вот первичное скажем так общение и донесение вот этой информации она сформирует некоторую скажем так единое понятийное пространство с общими определениями то есть говорят далее про задачи вся команда будет понимать под задачи не код а целую совокупность требований говоря дальше про квалифицированного сотрудника вся команда будет понимать что мы говорим не только про уровень знания си плюс плюс или какого-то другого языка но и про умение человека коммуницировать желание человека соблюдать формальности в документации и какие-то другие требования например логирование времени учет времени потрачено на ту иную задачу таким образом можно сформировать эталон то есть определить для команды что вот идеальный скажем так боец должен обладать такими-то качествами на самом деле это немаловажно потому что ровно в этот момент у людей появляется некоторый пример к чему нужно расти если они еще этого не достигли более того этот пример условно исчисляемые понятно что у нас нет никаких весов для того чтобы каждую характеристику взвешивать и определять 5-6 баллов но с другой стороны мы всегда это можем сделать на относительном уровне то есть если изначально мы считали что у человека допустим с точки зрения коммуникации я все не очень хорошо и это выражено в том что он допустим не вовремя отвечает на письма или не может отстоять спокойно свою позицию и мы определяем что это даже меньше половины линейки пусть это будет четыре балла то через месяц через два если мы констатируем с коллегами что человек научился доносить свои мысли мы можем совершенно спокойно повысить скажем так ему эту оценку то есть у команды у каждого человека в команде появляются такие скажем так путеводные нити для роста и развития вот таким образом мы формируем вот эту вот единую понятие понятийную систему я даже сказал операционную систему а зачем она нам нужна потому что на самом деле она значительно снижает издержки на административную деятельность темги да вот первое что приходит на ум человеку который получил некоторую власть и ответственность это следить за тем чтобы уверенные ему люди выполняли свои обязанности вели учет времени приходили вовремя и так далее не ссорились на совещаниях этот учет этот контроль административный нужен в том случае если люди это делают плохо а плохо не это делают потому что они этих ценностей не разделяют потому что они понимают зачем это и ровно в этом месте наша операционная система наши вот эти договоренности они и должны помочь то есть человек который согласился с тем что просто писать код это мало что нужна документация нужно нужно вырабатывать там правильность стилистику допустим написание кода этот человек радикально отличается от человека который приходит на работу и помнит про то что к нему пристают еще с какими-то дурацкими требованиями он код пишет от него требует чтобы он нем какие-то комментарии писал это два разных человека один не хочет делать другой признал что это полезно а значит уже потенциально готов меняться дальше нам нужно простым в этом помогает давать какие-то ориентиры директивы но это совершенно другая это это совершенно другая ситуация намного более позитивно я бы так сказал единственное что надо понимать что все это система она держится на одной важной вещи на договоренностях и вот это вот является если все что я говорил до этого это была некоторая статика просто вот определение да то теперь появляется динамика договоренности это то что держит это все вместе это такой цемент сначала когда мы собираем команду и говорим что ребята теперь я хотел бы чтобы мы заботились не только о качестве кода но еще о качестве документации и о качестве и о количестве ошибок которые попадают в на тест допустим ровно в этот момент должна произойти договоренность либо команда соглашается с этим либо нет договоренность отличается от распоряжения потому что распоряжение принимается безоговорочно а договоренность принимается только всей командой одно против договоренность уже не принято поэтому договоренность важно понимать следующее во первых для того чтобы ее соблюдали ее должны точно знать все во вторых ее должны понимать то есть когда мы договариваемся о обязанностях рядового разработчика все должны понимать зачем это нужно а главное все члены команды должны еще разделять те цели которые преследуют эту договоренность чуть позже я приведу пример самое удачное время для установления заключения таких договоренностей это в момент инициации скажем так на берегу идеальная ситуация это когда вы только становитесь team lead в этот момент вы можете всей команде поскольку все и так ожидают некоторые смены правил игры вы это отличный момент для того чтобы может быть не сразу но потихонечку начать этот процесс то есть начало заключить какие-то базовые договоренности и потом их расширять это очень удобно делать в момент принятия человека на работу человек который приходит на работу ему сразу говоря что здесь у нас принято допустим ввести учет в времени потраченного на задачу будет воспринимать это куда как более позитивно чем если сказать ему про это через два месяца его работы договоренности помимо того чтобы заключить их еще полезно мониторить то есть следить насколько договоренности выполняются а периодически и проводить ревизию потому что договоренности могут быть уже старые ненужные или наоборот каких-то договоренности может вдруг не хватать как достигается договоренность есть отличный инструмент который я лично использую это четыре вопроса для понимания сейчас мы как раз разберем на том самом пресловутом примере про учет времени потрачен на задачу большинство программистов ненавидят это делать по ряду причин но рискну предположить что зачастую все дело в опасении что дальше вот эти вот цифры будут трактоваться человеком даже не непосредственным начальником а кем-то отвлеченным от конкретных реалий от конкретных задач будут трактоваться вольно и не пользу разработчиков разработчик очень боится что однажды кто-нибудь придет увидит что там где обещали 6 часов потратили 16 и без попытки разобраться без выяснения того что там 10 раз менялась допустим требования к задаче просто сделать вывод что кто-то работал плохо поэтому разработчики очень любят этого делать как решается эта история с помощью четырех вопросов ну конечно я исхожу из того что вам инструмент учета времени нужен вот не для того о чем это что говорил для чем другого четыре вопроса звучат так зачем это нужно мне мне как человеку который предлагает кому-то заключить договоренность зачем это нужно тебе что будет если договоренность выполняется что будет если договоренность не выполняется вот лично в моей работе учет времени потраченного на задачу полезен для скажем так ведения некоторых наблюдений статистических и выявления в процессе разработки там каких-то аномалий не совсем удачных каких-то процессных решений еще чего-то такого ну например свое время мы ровно с помощью учета времени на задачи вдруг обнаружили как незаметно до этого не знаю что на самом деле у нас в каждую итерацию вкидывается дополнительная задача там где-то примерно на треть времени изначально это вылезло ровно в процессе подсчета времени по другим задачам поэтому я объясняю разработчику что цель вот этих действий цель учета времени она совершенно не в том чтобы определить его эффективность это тоже полезно но для этого можно и другие методы использовать она для того чтобы следить за процессом и мне это нужно для того чтобы следить за процессом а следить за процессом не нужно для того чтобы его улучшать потому что как известно ты не можешь управлять тем что ты не можешь измерить зачем это уже разработчику но разработчик это нужно например для того чтобы у меня была возможность оградить его от, допустим, плохой постановки задачи. Если я вижу, что у разработчика Василия, например, постоянно уходит в два раза и в три раза больше времени на выполнение задачи, чем он изначально рассчитывал. В рамках беседы с Василием оказывается, что это потому, что часто меняются требования к задаче, к продукту. У меня появляется возможность с этой ситуацией разобраться тем или иным способом, найти либо более грамотного человека, который может поставить задачу, либо обучить этого человека, либо, может быть, чему-то обучить Василия. Но в любом случае у меня появляется возможность ситуацию исправить. То есть на самом деле Василий в этом кровно заинтересован. Что будет, если договоренность выполняется? В данном случае все просто. У меня есть возможность сделать процесс лучше, у Василия есть возможность тоже рассчитывать на то, что он будет все меньше и меньше тратить времени на ненужные или же не какие-то бессмысленные операции. Что будет, если договоренность не выполняется? Будет все наоборот. У нас будет болото, в котором я не смогу разобраться. Разработчики будут по 50% времени тратить на задачи, которые никогда никуда не пойдут, на код, который никогда не окажется в продакшене. Эти четыре вопроса позволяют нам рассмотреть договоренность, суть договоренности с разных сторон и призваны, в общем и целом, вовлечь человека в это. Да, это как раз про вот тут третью часть, про знать, понимать и разделять. Вот когда я рассказываю, зачем это мне, это про понимать, а все остальное, зачем это тебе, что будет, если будет выполняться, что будет, если не будет выполняться, это про разделять. И таким образом договоренности надо заключать. Таким образом изначально мы рассказываем про нашу базовую операционную систему, рассказываем, чем нам поможет, допустим, введение дополнительных параметров оценки эффективности каждого разработчика. Таким же образом можно рассказывать, зачем нам давать точное определение понятию задачи. Таким образом же можно ставить перед командой цели свои, рассказывать, зачем вдруг я решил поставить перед командой цель получить золото на компьютерной олимпиаде или выучить Ирланг. Это ровно все для одного и того же, для того, чтобы добавлять в эту операционную систему, утверждать как бы в сознании, в общем, и добавлять туда новые и новые характеристики, процессы, если угодно. Это все хорошо, но это некоторая теория. К ней добавляется практика, хорошо всем известная. Дело в том, что договоренности зачастую не выполняются. И, собственно говоря, это основная проблема и основное место, за которым должен следить тем лид. Для этого нужно как раз договоренности с заключенными мониторить. Для этого нужно иметь, в общем, в идеале для каждого сотрудника иметь список заключенных с ним договоренностей, периодически его апдейтить, выполняется, не выполняется, насколько хорошо там и так далее. Ну, наверное, это тоже предмет отдельного рассказа. Что делать с проблемами? Ну, во-первых, ее нужно определить. Желательно отслеживать, желательно предупреждать. Но главное, что устранять проблему нужно точно так же путем заключения некоторой временной договоренности. Для того, чтобы это было эффективно, договоренность должна быть не номинальной. Давай с этого момента ты не будешь опаздывать. Или давай с этого момента ты будешь, господи, вести учет времени. Простите, это просто такая классическая бюрократическая история. Это не сработает, это не договоренность, это некоторые пожелания. Договоренность должна быть всегда с критериями. Сначала мы должны при встрече с человеком, с которым возникла проблема, мы должны обсудить эту проблему. Главное прийти с ним к пониманию, что эта проблема существует. Пока человек проблемы не видит, ничего не произойдет. Как только мы определяем, что проблема существует, мы можем заключить договоренность по ее устранению и внести туда какие-то конкретные детали. Например, мы отслеживаем ближайшие три недели, мы специально вместе с человеком отслеживаем время его прихода на работу, если вдруг у вас есть такая практика. И он обязуется приходить на 15 минут раньше всегда. После этого мы просто смотрим, насколько ему это удалось и вообще, насколько это работает. Здесь есть важный момент. Надо понимать, что проблему важно правильно спозиционировать. И, конечно же, проблема, она находится не между вами и членом команды. Все немного наоборот. Вы с членом команды находитесь напротив проблемы. То есть это ваша общая проблема. Человек, на самом деле, хочет быть более эффективным. Если вы сформулировали, что в данной команде эталонный член команды не опаздывает никогда, и вся команда это приняла, то человек заинтересован в том, что он приблизится к этому эталону. Поэтому, на самом деле, вы с ним решаете одну проблему, и вы оба в ней заинтересованы, в ее решении. Это очень важно. Правая часть слайда – это так, как должно быть. Ну, с маленькой оговорочкой, на самом деле, не вот так вот, а вот так вот. Если вы заметили, поменялся человечек, нету больше человечка с галстуком и чемоданом. Потому что, опять же, при позиционировании проблемы играть роль начальника и, скажем так, нашкодившего подчиненного – это не очень эффективно, потому что человек, никто не любит чувствовать себя виноватым, а человек начинает закрываться. Проблема должна быть рассмотрена слегка отстраненно. Мы оба должны договориться, что так не должно быть, должно быть по-другому. Мы должны сформулировать вдвоем, как должно быть и каким путем мы к этому хотим прийти. Когда, опять же, я пытался нескольких особенно творческих членов нашей команды приучить таки указывать время в задачах, я три недели каждый день вечером писал им письмо. Вне зависимости от того, было время указано за этот день или не было указано, я просто писал отчетное письмо про то, что сегодня программист, опять же, Василий, залогировал там 0 часов, 8 часов, неважно. То есть, это был даже, это был такой немой, неявный укор, но вот это было целое мероприятие для того, чтобы они в какой-то момент привыкли сами это делать. Понятно, что когда приходило письмо, что сегодня залогировал 0 часов, они чуть-чуть краснели и бежали это исправлять. В какой-то момент вот это краснение и исправление уже вошло в привычку, и потом я стал писать письма раз в неделю, потом перестал. Это вот пример того, как временная договоренность, безусловно, изначально мы об этом договорились. Я сначала предупредил, предложил такой формат, и этот формат был одобрен человеком, с которым я договаривался, это очень важно. Вот, собственно, такой маленький экскурс по, скажем так, устройству по низкому уровню взаимодействия в команде. Давайте подведем там какой-то итог промежуточный. Мы можем, как Team Lead, я могу сформулировать некоторую операционную систему общепринятых понятий и правил, договориться с командой о том, какие навыки для членов команды мы считаем обязательными, определить уровни этих навыков, приемлемые и неприемлемые для нашей конкретной команды, для нашей ситуации. Достигать этого я буду через заключение договоренностей. Также я могу вносить в наше общее понятийное пространство, в нашу операционную систему, я могу вносить новые договоренности, новые направления, новые временные метрики, если хотите. Главное, что мне нужно делать в рамках работы с этой операционной системой, это отслеживать, что заключенные договоренности соблюдаются. Опять же, одна из самых первых вещей, это договориться о том, что несоблюдение договоренности, это практически смертный грех. На самом деле, в какой-то момент из всего этого вырастет некоторая культура, культура команды, и если это уже принято, то новые приходящие люди будут довольно легко, большинство людей, приходящих будет довольно легко эту культуру перенимать. То есть, эта операционная система в какой-то момент начнет работать сама на себя, и вы получите много свободного времени для более интересных дел. Вам не нужно будет каждый раз бегать за каждым подчиненным, следить, потому что каждый член команды будет в этом смысле сам следить за собой, так как он разделяет эти требования и выполняет эти договоренности. Ну и, наверное, последний вопрос, который вкратце хочется затронуть, раз уж мы говорили про некоторые критерии сотрудника, про коммуникации, про насколько он эффективен в декомпозиции, еще в чем-то, то, наверное, стоит поговорить про оценку достижений сотрудника. И про это я хочу сказать всего несколько слов, но, на мой взгляд, очень важных. Первое, что нужно включить также в нашу систему общих договоренностей, общепонятийное пространство, это то, что соответствие эталону, это не подвиг, а норма. То есть то, что Василий отлично пишет на C++, приятен в общении, пишет комментарии и соблюдает какие-то еще процессы, это не подвиг. Это просто Василий, с точки зрения нашей команды, отличный, полезный ее член. И не более того. Достижением является повышение эффективности, развитие человека, инициатива какая-то. И только это может быть предметом, ну, какого-то дополнительного вознаграждения. Все остальное – это просто следование стандарту. Да, бывают команды с очень высокими стандартами, но в этом случае я считаю, что наградой является просто сам факт того, что ты являешься членом такой команды. И это, опять же, может быть целью, вы, как Team Lead, можете поставить перед командой цель, вовлечь команду в цель, стать, не знаю, лучшей командой на этаже, в здании, в мире по следующим критериям. Взять, перечислить их и двигаться к цели. Вот примерно так. Безусловно, это маленький, совсем маленький кусочек того, о чем можно было поговорить в контексте Team Leader и Team Leader, но он один из нас новополагающих, и он определяет многое. В довершении хочу сказать следующее. Безусловно, бывают команды уже сформировавшиеся, где на самом деле никто не знает, но общее понятийное пространство уже сформулировано. Оно на самом деле всегда сформулировано, просто вопрос, что там находится. Эти команды могут быть эффективны сами по себе. Вам не нужно ничего делать из того, что я рассказал, для того, чтобы команда работала хорошо. Она и так работает хорошо. Но это не значит, что вам не нужно всего этого понимать, потому что если вам придется в этой команде что-то поменять, добавить знания того же Ирланга, то вам придется вносить изменения вот ровно на том же уровне, о котором я сейчас и говорил. Наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо.